Обсуждение началось с выяснения, что такое молодежь. Школьникам показали видеоролик, который рассказывает о том, какой молодежь была раньше и какой стала сейчас. Изменились принципы, мышление, мода и даже манера речи. О навязывании стереотипов, давлении со стороны общества остались и в наше время. Школьники признали, что с приходом социальных сетей не только открылся доступ к большому объему информации. Появились и негативные моменты. Люди начали чаще оскорблять и унижать друг друга. Дело это теперь в виртуальном мире. В ходе обсуждения главной темы встречи выяснилось, что у ребят совершенно противоположные мнения на этот счет. Дискуссия могла перерасти в жаркий спор, который заведомо пресекли мудрые члены экспертного совета. И вот вы говорите о том, что меняются приоритеты, теряются жительные ценности. Но ведь на то они ценности, что они должны оставаться вечно. Ведь человеческое общество, оно и живет законы добра, милосъедия, любви к ближнему. И что бы ни происходило, в наших силах это все сберечь, сохранить. Своей точкой зрения поделились и школьники. Мне кажется, современная молодежь, она немного теряет моральные ценности, те, которые были у наших отцов, то есть у предыдущего поколения. Но это будет всегда, так как это актуальная тема отцов и детей, какие-то принципы, нормы стираются, появляется что-то новое. Это прогресс, он не стоит на месте. Большинство ребят согласны с тем, что совместное обсуждение проблем приводит к более обдуманным поступкам в дальнейшем. Я узнал, как нужно относиться к своей свободе, что лучше не делать, что такое ответственность, другое ее определение. Узнал мнение других людей, своих знакомых по этому поводу. Это помогает нам дальше развиваться, как-то взаимодействовать, что-то менять в себе. Такие встречи помогают молодым людям по-другому взглянуть на многие явления. Ребята учатся слушать и принимать чужую точку зрения.